В этот день, 29 декабря 1708 года, указом государя Петра I, впервые в нашей истории были введены губернии. Их было восемь. Одной из них, Ингерманландскую губернию, возглавил Меньшиков, правая рука царя Петра. 29 декабря 1753 года императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, наконец-то отменила таможенные сборы внутри Российской империи. 29 декабря 1941 года советские войска освободили от немецких войск город Феодосию. В этот день, 29 декабря, родились императрица Елизавета Петровна, многолетняя правительница России. 30 Карл Росси, известный архитектор. Он возвел здание генштаба на Дворцовой площади и еще множество известных строений, как в Петербурге, так и во всей России. 31 Роман фон Унгерн-Штернберг, один из лидеров белого движения в Сибири. 32 Знаменитый белый генерал Петр Врангель так характеризовал этого своего подчиненного. Он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майндрида. Действительно, барон Унгерн неоднократно нарушал дисциплину, начиная со школьных лет и продолжив в морском кадетском корпусе, а позже во время действительной службы. Плохая дисциплина, притом органично, сочеталась с безрассудной храбростью. Недва началась русско-японская война, а кадету Унгерну исполнилось 18, он всеми правдами и неправдами рванул на фронт. Настоящий рыцарь, как почти все его предки, кстати, дальние родственники Романовых, по духу совсем как его прапрадед, который был морским пиратом и грабил корабли близ Индии. Весь межсвоенный период юный барон Унгерн искал приключения, скандалы и дуэли на службе, скитания по Китаю и Монголии. Там барон всерьез увлекся историей завоеваний Чингисхана, и это впоследствии сильно повлияет на его биографию. Там, на Востоке, в 1914 году Унгерна и настигла известия о начале Первой мировой. И он отправился на запад России, чтобы вступить в битву. Барон бился в Галиции на Австрийском фронте. За время войны Роман фон Унгерн получил то ли 4, то ли 5 ранений. Причем ни с одним из них не долечился, самовольно возвращался на фронт. Наград получил немало, включая Святого Георгия. Но повышение только одно – всего да и Саула. Виной всему, как несложно догадаться, все та же дисциплина. На войне он познакомился с Семеновым, будущим белым атаманом. Октябрьскую революцию оба встретили в Забайкале и тут же приступили к формированию полка. В сентябре 1918-го из Бурятов и Монгол сформировалась Азиатская конная бригада, позже ставшая дивизией. Железная организация сочеталась там с дикими нравами. Ненавистных большевиков нередко жестоко убивали. Пополнять силы Унгерну было практически неоткуда. В гражданской войне существенной роли он не сыграл, зато вышел в историю как один из освободителей Монголии от китайского Ига. Именно туда с верными частями он отправился после поражения Белого движения. Он дважды штурмовал столицу Ургу осенью 20-го и в феврале 21-го года. Со второй попытки город взят, причем китайцы превосходили штурмующих в живой силе и артиллерии в 10 раз. О бароне поползли легенды среди монголов, что он неуязвим и едва ли не воплощение языческого бога войны на земле. Патриотический подъем среди монголов существенно укрепил его отряд, и весной 21-го года небольшая армия, едва ли в 5000 бойцов, уже громила китайские отряды. Перед войсками барон ходил в традиционном монгольском халате, ярко-желтого цвета, при этом с офицерскими погонами оборца русской императорской армии. Халат же был увешан наградами времен Первой мировой. Именно тогда давнее увлечение истории переросло в навязчивую идею. Барон грезил восстановить в прежних границах империю Чингисхана, возглавив этот поход. Начать предполагалось с уничтожения большевизма. Часть офицеров, понимая беспреспективность и вероятное сумасшествие командира, устроило заговор, и по дороге в Россию Унгерна связали. Через несколько часов его захватили красные. Случилось это в августе 21-го, а уже 15-го сентября его расстреляли по личному приказу Ленина. Несомненно, барон фон Унгерн неординарный человек. Жестокий, бесстрашный, прирожденный лидер. С совершенно невероятной судьбой. Российско-подданный немецкий рыцарь, который чуть не стал императором монголов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова